А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 775 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. А вчера на территории Запорожской атомной электростанции произошло ЧП. Там упал беспилотник и не просто упал, а сдетонировал и взорвался. Слава Богу, что он не упал на один из реакторов. А то бы, как вы понимаете, была бы катастрофа. Как же так, русские освободители? Что же вы творите? Хотите получить новый Чернобыль? Вам старого мало? Кстати, после этого последовали обоюдные обвинения. Россия обвинила в этом Украину, а Украина обвинила в этом Россию. Кому мы будем верить, решать вам. А вчера, через две недели после происшествия в Крокус-Сити, показали кадры допроса еле живых задержанных. Они были настолько изнеможенные и стерженные, что было больно на них смотреть. И в этом допросе они якобы рассказали о неком украинском координаторе, который обещал им в Киеве дать по миллиону рублей. Я вам скажу так, под пытками любой человек скажет все, что ему надиктовали и написали. Притом правильные слова ответов ему придется заучить наизусть. Эти кадры уже не оставляют сомнений в том, что террористы, напавшие на беззащитных людей в Крокусе, двигались по команде куратора на Украину. Запись беседы с убийцами, которые сами рассказывают о маршруте после теракта. Он также возьмет на себя любую вину за любые происшествия, которые произошли за последние 10 лет. Также у всех их обязательно найдут визитки правого сектора с личной подписью Яроша, Буданова, Бендеры и кого-то там еще. А за последние сутки еще 890 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми. А всего же 24 февраля 1922 года с начала войны на территории Украины было ликвидировано 448 400 российских захватчиков.